Паромы в Стамбуле это важнейший вид городского транспорта. Без паромов скакать тебе из метро в трамвай, а с трамвая в автобус. Паром это не просто общественный транспорт, это еще и приятнейшая прогулка по водной глади Босфора. Если ты оказался в Стамбуле, то тебе просто необходимо знать все про этот восхитительный вид общественного транспорта. Мы тебе сегодня подробно все разложим по полочкам. Устраивайся поудобнее и слушай. Ты на канале Turkey Space, меня зовут Владимир. Я Леся. Поплыли. Первый паром через Босфор был запущен еще в 1837 году. До 1973 года и открытия первого Босфорского моста, это был единственный способ добраться из европейской в азиатскую часть города. Для тех, кто боится укачивания, можно быть спокойным. Босфор – это не море, и волн тут не бывает, разве что от соседнего проезжающего судна. Меня лично укачивает вообще везде, в автобусе, в маршрутке, во знает. А при окончании школы, помню, брали прогулку на корабле по Черному морю. И вот это была веселуха. Так сильно меня не укачивало нигде, как тогда на том судне. А здесь на паромах совсем не укачивает. Так что морская болезнь – не помеха пользоваться паромами по Босфору. Все паромы Стамбула, муниципальные и частные, оплачиваются Инстамбулкарт. В частных компаниях можно оплатить проезд наличными, но такой разовый билет будет стоить дороже – 15 лир. А если Инстамбулкарт, то от 5,48 лир до 9 лир. В среднем рассчитывай на 8 лир за поездку. Или дешевле, если у тебя пересадка. Пересадки Стамбула на всех видах транспорта – они платные. Перед собой видишь цены в 2022 году. В Стамбуле несколько видов паромов. Это вапуры – самый быстрый, удобный и очень компактный морской транспорт. Это суденушка, по сути, обыкновенный катерок, курсирующий от одного городского причала до другого и перевозящий пассажиров. Более же крупный тип водного транспорта – это так называемые морские автобусы. Они больше, чем вапуры по размерам, мощнее по скорости и перемещают горожан и туристов как по городу, так и по междугородним рейсам. Водный вид транспорта имеет достаточно приятный сервис. В наличии туалет, отделение для крупного багажа и даже небольшие буфеты, где есть возможность приобрести освежающие напитки, чай, кофе, которые прямо там живами сварят. Они растворят при водном и также имеется возможность приобрести простые перекусы типа снеков и семитов. Сейчас на экране ты видишь полезный морской словарь для ориентировки на пристани. Можешь поставить на паузу и внимательно изучить его. Все паромы делятся на несколько типов. Муниципальные паромы, воспринимая их привычными городскими автобусами или трамваями, только на воде. Если видишь паромный транспорт с надписью «Шехир Котлары», то он относится к муниципальному и контролируется государственной компанией. Такие же таблички имеются на всех причалах, от которых отходят эти паромы. «Шехир Котлары» – это самая старая, большая и самая важная компания-перевозчик. Оперирует паромами большой вместимости. Несмотря на то, что в оборот вводят новые паромы, до сих пор ходят старые судна, напоминающие о далеких 60-х годах. На паромах есть буфеты, где можно купить чай, сваренный кофе, соки, семиты и всякие снеки в упаковках. И, конечно, туалет. Компания представлена практически на всех причалах. Помимо рейсовых маршрутов осуществляют еще и прогулки по Босфоруму. Проезд у них недорогой. Самый бюджетный вариант оплаты – это Инстамбулкарт. Перед собой ты видишь официальный сайт компании, где можно посмотреть расписание. У них летнее с июня по середину сентября и зимнее, а также все тарифы. Сайт также будет в описании. Паромы частных компаний, первый из них «Турьол» – это номер два после государственного гиганта. Кораблики поменьше, благодаря чему и пошустрее. Компания охватывает практически все причалы Стамбула. Она же и подрабатывает еще и на западном побережье Турции, у Айволыка и Измира. Проверить расписание тарифа можно также на их официальном сайте. «Дентур Авросия» – еще одна частная компания, третья в списке морских пассажирских перевозок в Стамбуле. Основное направление этой компании – это перевозки между причалами Каботаж и Бешихтаж до Ускюдар. Именно ее кораблики ты можешь наблюдать по несколько штук за раз, пересекающий Босфор вместе слияния с Мраморным морем. Морские суда у них разного типа, от стандартных до двухсторонних. Помимо переправы с одного материка на другой, осуществляют еще и переброску пассажиров из европейской части Стамбула на Принцевые острова. Расписание и всю полезную информацию также смотри на их официальном сайте. Частная компания ИДО «Истамбул Денис» от Убуслери. Еще один пассажирский гигант на уровне Шехир-Котлары, но заточенный на междугородной перевозке. Развозит пассажиров из Стамбула в города на побережье Мраморного моря. Бурсай, Лава, Бандерма и Гимлик. Осуществляет деятельность также и пассажирских перевозок внутри Стамбула в направлении Принцевых островов и причалов Пендик и Пастанджи от причалов Каботаж и Кадыкёй. Корабли у этой компании прям огромные и очень комфортабельные. Также у них есть свой сайт. И последняя компания Будо, еще один междугородний перевозчик, также имеющий свой сайт. Все компании принимают Инстамбул-карт и делают скидки при пересадках. В пределах города цена проезда будет от 7,67 лир до 8,60 лир по карте Инстамбул-карт или 15 лир наличными. Еще один вид транспорта – это морское такси. Данный вид такси есть как у муниципального перевозчика Шехер-Котлары, так и у частных компаний. Стоимость посадки в морское такси составляет аж 100 лир. Например, у Шехер-Котлары. 115 лир у Турьол, 125 лир у Мави Мармара. Тарификация идет по милям. В среднем от 1 до 4 миль придется выложить от 65 до 80 лир. От 4 до 8 лир – от 60 до 90 лир, в зависимости от перевозчика. Плюс 100 лир и выше, которые мы перечислили за посадку. Их можно заказывать по мобильному приложению iBbid и не с такси. Но такой вид транспорта мы им не пользовались, таким такси, потому что мы считаем это дорогим удовольствием. Хотя и очень дикой вид, конечно. Следующий тип – это экскурсионные паромы. Основная функция которых – это перемещение пассажиров по популярным туристическим маршрутам. Такие как туры по проливу, дневные туры, туры с программой и ужином в стиле турецкой ночи, принцевые острова, по золотому рогу и так далее. Интересно, что по этим же маршрутам ходят и обычные муниципальные паромы, проезд на которых стоит на порядок дешевле. Но единственное неудобство заключается в том, что городской транспорт курсирует с остановками. И необходимо сойти на одну из них, а затем ожидать обратного рейса. Тогда как экскурсионные паромы курсируют в круговую, не нужно ничего ждать, но билеты обойдется дороже. Но вот, например, мы с ВОО оплатили 25 лир с человека. Курс лиры 3,4 составлял к рублю. Так что это не сильно прямо так дорого. В отношении, конечно, оплаты общественного транспорта к 8 лирам, это дороже. Про экскурсии по Босфору с подробной информацией мы запишем отдельное видео, если тебе интересно. Мои книги об этом в комментариях. И раз уж ты уже там, то подпишись на канал, ну, если хочешь, конечно. Экскурсионный транспорт с перевозчиками в рамках общественного парома перепутать невозможно. На экскурсионные паромы необходимо обратиться в кассу рядом у парома, и кассир покажет рукой, на какой именно паром нужно сесть. А чтобы попасть на общественный паромный транспорт, нужно пройти через турникет, приложив Инстамбул карты. А теперь перейдем к причалам. В Стамбуле шесть главных причалов. Для ориентира на местности следует для начала запомнить их. Это Иминнюню, Каракёй, Каботаж, Бешиктаж, Юскудар и Кадыкёй. На схеме, которую ты видишь на экране, они помечены синими стрелками. Оранжевые стрелки указывают направление по заливу Золотой Рог, а фиолетовые направления по Босфору. Давайте кратко пройдемся по каждому из них. Находится он в европейской части Стамбула и самый близкий к историческому центру Султан Ахмед, где располагаются все основные достопримечательности. Располагается прямо рядом с Галазским мостом. Неподалеку от причала возвышается величественная новая мечеть и ворота, ведущие на знаменитый рынок специй Египетский базар. Египетский базар, кстати, можешь вот здесь вот видео посмотреть. Позади Египетского базара расположены улочки рынка Рустам-Паша и Тахтакале. Большие паромы государственной компании Шехир-Хатлары причаливают южнее Голландского моста. Низкие и юркие катера Тириол останавливаются за мостом. Имей в виду, что даже если причал один, то паромы разных направлений причаливают в разных местах. С причала Эминю-Ню можно доплыть до причала Кады-Кёй и причала Юскудар. Также с этого причала отправляются рейсовые и прогулочные туры по большому и малому маршруту по Босфору. И можно еще уплыть в Бурсу и на Принцевые острова. Первые три пристани на этом причале принадлежат компании Шехир-Хатлары. Следующий причал Каракёй в одноименном районе на противоположной стороне от причала Эминю. Между ними всего одна остановка на трамвае Т1. Здесь две пристани. Севернее моста рядом с рыбным рынком пристань Турьол с направлениями Кады-Кёй, Юскудар и Принцевые острова. Южнее моста пристань компании Шехир-Хатлары. Здесь остановки паромов на Кады-Кёй и Юскудар, то есть в азиатскую часть, и линии Халышлайн. Халышлайн – интересная линия, связывающая причал Юскудар с причалами в бухте Золотой Рог. Это единственная линия, идущая в эту бухту. Будет интересно тем, кто собрался в музей Рахмикача на холм Пьер-Лати и погулять в колоритных районах Фенеры-Балат. Паромы, идущие из Кады-Кёй, чаще всего сначала заходят в Каракёй, а затем в Мени-Ню. От причала Каракёй можно подняться вверх к Галатской башне и улице Истекляль. Каботаж. Причал на европейской стороне Босфора, расположенный восточнее Каракёй, недалеко от пристани Бешик-Таш. Рядом находится конечная остановка трамвая Т1 и фуникулер Ф1 на площадь Токсин. Здесь находится основной причал компании Шехир-Хатлары, а рядом паркуются паромы-челноки фирмы Дентур-Авразия, связывающие Каботаж в европейской части и Юскутар в азиатской части Стамбула. Отсюда государственный перевозчик Шехир-Хатлары везет пассажиров на Принцевые острова. Маршрут проходит через Кады-Кёй. Также здесь останавливается большинство рейсов, следующих по Босфору в сторону Черного моря и междугородние паромы в сторону Бурсы. Возле пристани расположен знаменитый дворцовый комплекс Далмабахче. От нее по вечерам отправляются яхты по маршруту Турецкая ночь. Бешик-Таш. Еще один востребованный причал на европейской стороне, расположенный в полутора километрах с северней Каботаж. Между ними расположился как раз этот дворец Далмабахче со своим парком и набережной. Трамвай сюда уже не доезжает, но зато есть своя автобусная станция, откуда отходят толпы маршрутов. Этот причал активно используется всеми паромными компаниями. Отсюда можно добраться на азиатскую сторону Ускудары-Кады-Кёй, а также отправиться в рейс по Босфору и на Принцевые острова. Чтобы ориентироваться на месте, обращай внимание на архитектуру пристани. Вот, например, пристани государственной компании Шехир-Котлары всегда выделяются отличающейся своей архитектурой. Смотри на вывески. Поначалу может показаться сложная ориентировка на месте из-за новизны, но после первого раза все особенности будут уже сами бросаться в глаза. Например, частные пристани Дентур Абросия и Турьон, они простенькие, это просто будки с билетом. Ускудар. Главный причал азиатской стороны и крайне удобный пункт пересадки. Здесь же находится остановка поезда Мармарай, а также автостанция, откуда можно уехать на побережье Черного моря и ко дворцу Бейлер-Бей. Пристань Ускудар находится прямо напротив мечети в Мехримах-Султан. Сойдя на берег в Ускударе, ты сразу окунешься в консервативный Стамбул. Здесь множество мечетей, классических турецких кофейн, а с пристани Саладжак видна Девичья башня. Ускудар вообще огонь. Каждому надо туда сгонять. Просто огонь. Тут кучкуются все перевозчики и уехать можно практически куда угодно, а также купить рейс по Босфору. Единственный минус, хотелось бы, чтобы был рейс Юскудар-Кадыкёй. Морского сообщения между двумя азиатскими портами нет, а из прямого автобусного сообщения лишь один маршрут номер 12. Обрати внимание, что причалы всех компаний разнесены вдоль набережной. У компании Турьол он самый дальний. Из Ускудар до Европейской части Стамбула можно добраться буквально за 10 минут. Кадыкёй. Самый крупный причал в азиатской части Стамбула. Через дорогу от причала раскинулись знаменитые прогулочные улицы Кадыкёй, а чуть выше, подходящий для спокойного променада, квартал Мода. Эти улочки называют еще аналогом истекляли. Видео про эти улочки ты можешь вот здесь посмотреть. А еще с Кадыкёй отправляются автобусы в Хавабус в аэропорт Сабихагикчен. Причалов на этой пристани несколько, и все компании ловят пассажиров для своих перевозок. Уехать отсюда можно на Именинюк, Каракёй, Дешитаж, Капотаж, Принцевые острова. А в летний период взять еще и тур по Босфору на Закате. Помимо этих основных узловых причалов, освоения которых вполне достаточно, чтобы с комфортным передвигаться по Стамбулу, есть и другие, которые больше нужны местным, чтобы быстрее добираться на работу с нее, а также к грузовым судам. Но чтобы они были и на слуху, мы их перечислим. Июб. Причал находится практически в самом конце Золотого Рога. Возле причала возвышается именитая мусульманская святыня, мечеть Июб. Еще рядом находится холм Пьер-Лати со знаменитой смотровой площадкой. Еникапы. Это крупный порт, расположен в районе Фатих, в 15 минутах езды от станции метро Аксарай, либо в 12 минутах езды на такси от Султан Ахмед. Из этого порта отправляются крупные суда, занимающиеся не только пассажирскими, но и грузовыми перевозками. Их маршруты проходят через Мраморное море в различных направлениях. В Армутлу, Ялаву, Бурсу, а также на отдаленные острова. Причалы в самом Босфоре. Это Артакёй, Белербей, Арнавуткёй, Бебек, Имерган и Бейкос. Причалы по берегам Золотого Рога, помимо Июб, есть еще и Касимпаса, Фенер, Балат, Хаской, Айван-Сарай и Султуджи. Грузовые паромы, помимо Яникапы, это Бастанжи, Пенди, Гарем и Сиркиджи. Причалы на Принцевых островах Адала, Пуюкада, Хейбиляда, Бургазада и Киналэда. Чтобы разобраться с какого причала и на какой надо, просто заходи на сайт перевозчиков и ищи нужные направления. Напомню, что все сайты перевозчиков будут в описании. Как купить билет на паром? Если передвигаться на водном транспорте в границах мегаполиса, то по оплате нюансов нет. Везде можно расплатиться Истамбул-карт. А вот при передвижении по экскурсионным маршрутам за пределами города нужно покупать билеты в кассах или на сайтах перевозчика. Для тех, кто впервые в Стамбуле и еще не освоил Истамбул-карт, слушай инструкцию, как ей оплатить проезд на пароме. Вот здесь, в нашем видео, мы подробно рассказывали про Истамбул-карт, что это такое и зачем она нужна. Посмотри его прежде, чем ехать в Истамбул, так как без нее передвигаться по городу придется пешком, а значит и за неделю много посмотреть не удастся. Это мы, кстати, с тобой целую неделю передвигались пешком. Да, да, потому что везде в каждой статье написано автоматы находятся на каждом шагу, возле каждой остановки, но это, как обычно, не является действительностью. Только мы тебе расскажем правду. Итак, после того, как приобретена Истамбул-карта и внесена сумма на баланс, выбирай нужное направление. Например, плывем из имени Ню в Кады Кёй. На пристани ищем надпись «Эмени Ню Кады Кёй» и подходим к турникетам. Прислоняем к считывателю Истамбул-карт, с нее снимается сумма, цвет экрана на турникете меняется на зеленый, и стоимость проезда высвечивается там же. Турникет открывается. Проходим через турникет и ожидаем паром. Вот и все. Ничего сложного. Если выбираешь государственный или частный городской паром, то оплатить проезд можно только Истамбул-карт. При помощи нее нужно, как в метрополитене, пройти через специальный турникет. Приобрести карту и пополнить баланс на ней можно в терминалах, установленных на всех пристаних, а не желтого цвета с надписью «Билетматик». Других вариантов оплаты проезда в муниципальном транспорте нет. На экскурсионных же паромах другие условия. Расплатиться можно и банковской картой, и наличными. Часто не только турецкими лирами, но и долларами, и евро. А вот Истамбул-карт уже нельзя оплатить проезд. Чтобы не перепутать кассы, необходимо усвоить одно правило. Экскурсионные паромы организуют именно туры. Поэтому на кассе, продающей билет на такой паром, обязательно будет надпись «Тур по Босфору» – «Буаз Туру» или «Босфорус Тур» по-английски. «Принцевым островам», например, будет написано «Адалар» или «Принц Айсланс». По «Золотому рогу» – «Халич Туру» или «Голден Хорн Тур». Стоимость проезда на водном транспорте города в 2022 году зависит от длительности маршрута и ценообразования перевозчика. Если расплачиваться «Инстамбул-карт», то расценки на паромы будут немного разниться в зависимости от этого самого перевозчика. Разница в цене будет составлять примерно от 3 лир до 6 лир. Например, в «Шахир Котлары» цена составляет от 5,71 лир до примерно 9 лир в пределах города. Если ехать на «Принцевые острова», то будет около 16 лир. Маршрут по «Золотому рогу» будет составлять около 6 лир. Если пересадка на другой транспорт была сделана в течение 120 минут после входа на паром, то около 5 лир. Вторая пересадка будет стоить 3,6 лир. Турьол имеет практически аналогичные маршруты и стоимости, что и «Шахир Котлары». Отличается он тем, что паромы у него быстрее из-за меньшего размера. Тур по «Босфору», например, у него будет стоить 45 лир, а до «Принцевых островов» 23 лир. На перевозчик «Дентур» цена будет начинаться от 4,6 лир. До «Принцевых островов» будет стоить 10 лир от причала имени Нью, а тур по «Босфору» 40 лир. Общую табличку с ценами сейчас видишь на экране. Можешь поставить на паузу и внимательно изучить. А также не забывайте залезать на сайт перевозчиков и знакомиться с их расценками и направлениями, а также расписанием. Это может все меняться. Движение паромов и пассажирских катеров, а также водных автобусов начинается в Стамбуле в период с 6.30 до 7 часов утра и завершается по большей части к 10 часов вечера. В настоящее время существуют еще и ночные маршруты. Например, один из таких паромов перевозит пассажиров по маршруту Кадыкёй-Каракёй-Бешекташ четырежды за ночь. Сегодня туристы могут спокойно перебраться с европейского берега Стамбула на азиатский и в обратном направлении целых 13 раз за ночь. Такое сообщение обеспечивается водным транспортом, начиная свою работу около полуночи и заканчивает в 6.30 утра. Водный транспорт в Турции может изменять маршрут исследования в зависимости от дня. Это будни, выходные или праздники. Поэтому обязательно смотри расписание на сайт. Напоминаем, что все сайты будут указаны в описании. Давай зарезюмируем все вышесказанное. Первое. Необходимо освоить шесть основных причалов. Четыре в европейской части. Это Именюнюк, Каракёй, Каботаш и Бешекташ. И два в азиатской части. Это Юскудар и Кадыкёй. Со всех этих причалов можно доехать до Принцевых островов. Второе. Перевозчики, которые курсируют между причалами в пределах одного города, оплачиваются Инстамбул-карт. Это такие, как Шехир-Котлары, Турьол и Дентур Авросия. Перевозчики, которые плывут в другие города, оплачивать нужно, купив билет в кассе, рядом с паромом или на сайте компании. Это Будо и Идо. Третье. На каждой пристани несколько причалов, где и швартуется отдельно каждый перевозчик у своего причала. Причал Шехир-Котлары имеет отличающуюся архитектуру, которая бросается в глаза, так как это главный и самый большой перевозчик в городе. Причалы Турьол, Дентур Авразия имеют просто обычную будку. Цены на проезд парома не выше остального общественного транспорта по городу. В среднем 8 лир и ниже при пересадке в течение 120 минут. Если пересадка сделана позже, 120 минут после первого использования общественного транспорта, не обязательно парома. Тогда сумма будет списана по полному тарифу. Пятое. Цены на проезд в другой город или острова смотри на сайте перевозчика, которого ты выбираешь. Все сайты в описании. Шестое. На суднах по Восфору не укачивает. Я проверила неоднократно. Седьмое. На суднах есть туалет и буфет, где можно выпить свежесваренный кофе, чай, соки, поесть снеков и семитов. Я проверил неоднократно. Восьмое. На всех судах есть открытая палуба и закрытая каюта. Девятое. Туру по Босфору можно взять и у городского перевозчика. Так будет дешевле, но неудобно, так как придется выходить на остановках, которые он совершает, и ждать обратного отправления. Лучше взять у того перевозчика, который занимается непосредственно такими турами и курсирует по маршруту без остановок. На каждой пристани есть такие будки-кассы с надписями «Боаст Туру» или «Босфорус Тур». Если же это тур к Принцевым островам, то там будет надпись «Адалар» или «Принц Айсланд». По золотому рогу «Халич Туру» или «Голден Хорн Тур». Мы, допустим, платили 25 лир за человека за 2 часа прогулки с пристани Юскуда. Ну вот, пожалуй, основные моменты, которые необходимо знать, чтобы удобно пользоваться водным видом транспорта в Стамбуле и наслаждаться дорогой по водам Босфора. И избежать толкучки в метро или автобусы. Тема сложная, мы пытались ее разложить максимально просто. Напиши в комментариях, как нам это удалось, а также ставь палец вверх, если видео было полезно. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Задавай также свои вопросы в комментариях, а также можешь написать в комментариях темы, которые хотелось бы, чтобы мы осветили. Подняли, обняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...